Всем привет! Сегодня поговорим с вами о фильмах, которые помогут вам повысить понимание на слух английской речи. Меня зовут Анастасия, это канал Puzzle English. Поехали! Итак, дорогие друзья, начнем мы с вами со старого доброго Шерлока, в котором играет всеми любимый или нелюбимый Бенедикт Камбербенч. Вот почему я вам советую этот сериал, потому что в нем сам Шерлок, когда у него там что-то происходит в голове, когда он там, какая-то логическая цепочка у него складывается, или он что-то расследует, он начинает очень быстро говорить, и нам вот это как раз и нужно. Потому что когда, даже я готовлю своих студентов к международным экзаменам, и когда мы натаскиваемся на слух, на понимание английской речи на слух, мы очень часто делаем такое упражнение, когда я ускоряю звуковую дорожку. И когда я ее делаю на нормальной скорости, они видят, что они понимают почти каждое слово. А вот когда мы создаем какую-то дополнительную трудность в прослушивании, то есть какой-то новый акцент, который мы не слышали, либо очень быстрая речь, либо еще что-то, это нам очень помогает развивать наш слух. Да, но это то же самое, как поход в спортзал. Чем больше вы берете там на себя, ну, главное, не сломать себе руку там или еще что-то. Вот, но чем больше вы берете, да, чем больше растут, тем быстрее, тем эффективнее растут ваши мышцы. Вот то же самое работает и в английском языке, по сути. Вот давайте с вами сейчас послушаем отрывок из сцены первой встречи Шерлока с доктором Уатсоном. Да, согласна, отрывок очень тяжелый, потому что Шерлок говорит очень быстро и очень трудно, да, во-первых, вообще просто уследить за всем событием, развитием событий, за его речью и, да, ужас. Вот, смотрите, во-первых, у нас есть две основные причины, почему мы не понимаем иногда носителей языка. Во-первых, мы просто не знаем какое-то слово, да, объективно не знаем его перевод, не знаем, как оно пишется. И я, кстати говоря, сейчас попозже расскажу, как развить интуицию. Вот, но сейчас остановимся на этом, то есть мы можем не знать слово. И вторая причина, это когда мы не знаем законов потока речи, да, потому что в потоке речи, я очень часто об этом говорю, многие звуки сокращаются, виды изменяются, очень часто люди используют сокращения типа «гана», «уана», «гата» и все прочее. Как же, откуда это все узнать, как, где все почитать? Во-первых, есть замечательная серия книг, которая называется «Pronunciation in Use», это то же самое, как вот, наверняка знаете грамматическую книгу «Murphy», вот эта вот синенькая «English Grammar in Use», вот та же самая серия, только по pronunciation. Там есть несколько уровней тоже для начинающих, для среднего уровня и для продвинутого. И в этой книге вы можете найти информацию просто по звукам, да, как-то их произносить, и также по вот потоку речи, по вот этим всем законам. Вот давайте посмотрим сейчас на парочку фраз, которые Шерлок здесь сказал. Я вам объясню, что я имею в виду. К примеру, you've been invalid at home, на тебя комиссовали. Здесь у нас, когда человек говорит быстро, you've been, you've been, да, у нас, во-первых, you часто не произносится, как именно you. Он у нас превращается тоже в звук y и schwa. Schwa – это расслабленный такой звук a. You've been, you've been, you've been, you've been. Но это еще может быть более-менее легко услышать, да, и по сути такие слова, они особо на смысл не влияют, согласны? Они более служебные, да, особенно то, что относятся к всяким временам и все прочее. Все вспомогательные глаголы, они очень часто занимают слабую позицию в предложении, мы их можем не расслышать. Нам главное услышать ключевые слова, да, вот здесь ключевое слово invalidate, да, и мы его, возможно, можем не знать. Но, дорогие друзья, у нас же есть субтитры, мы можем их включить, посмотреть, что это за слово, посмотреть его в словарике, ага, и понять, о чем там говорит человек. И вот чтобы вообще всю эту историю упростить, переходите на наш сайт Puzzle English, у нас есть там раздел «Видеопазлы», где вы можете посмотреть отрывки из любимых сериалов, фильмов, всяких шоу, песенок и все прочее. У вас уже будут встроенные субтитры и на русском, и на английском языке, вы можете стопануть на любом моменте, посмотреть перевод каждого слова, переслушать, замедлить, ускорить, в общем, все, что угодно. Играйтесь на здоровье, потом еще можно сделать упражнение. Вот, но если… Нет, нет, сюда нет. Пользуйтесь Ютубом, на Ютубе тоже есть субтитры, они, в принципе, каждый раз алгоритм улучшают, и, в принципе, становится все меньше и меньше ошибок. Вот, так что пользуйтесь этим на здоровье. И еще хочу вам дать совет, как пользоваться именно этим отрывком, к примеру. Человек говорит быстро, поэтому, чтобы нам понять, лучше, наверное, замедлите в речи, и я вам советую замедлить, наверное, до 0,5. Не надо еще больше замедлять, потому что идет очень сильное искажение, вы вообще ничего не поймете. Вот на 0,5 замедлите, переслушайте все, что он вам сказал, можете послушать его с субтитрами, да, чтобы посмотреть, какие слова он говорит. Послушали, вроде как поняли общую идею, и переключаем на обычную скорость, слушаем еще раз. И тогда вы вот просто увидите сразу, ну, может быть, не сразу, но все равно увидите, что вы стали различать вот именно этот отрывок, именно слова в этом отрывке уже лучше. Вот, попробуйте поиграться так. Очень сильно помогает. Еще вот насчет интуиции, да, что я говорила, когда вы слышите слово, не знаете, что это за слово, не знаете, как оно пишется, что оно значит. Есть такая вещь, как вот интуиция действительно в языке. Вы слышите слово, и примерно можете понять, как оно пишется, да, чтобы его впоследствии найти, например, в том же самом словаре. Я вам советую, чтобы натренировать вот эту вещь, делайте диктанты. Есть такой сайт, прямо так и называется, dictationonline.com. Вот все ссылочки будут в описании оставлены. Вот, там есть разделение по уровням, можете послушать, разные совершенно диктанты на разные темы, есть тоже тексты, то есть можете после того, как прослушали себя, проверить. Это очень помогает, во-первых, просто в развитии, да, ну, письма, вы будете писать без ошибок, будете учить новые слова, и тоже натренируйтесь так слух. Вот, и еще один сайт, очень мне нравится, breaking news english. Там тоже есть диктанты, тоже по уровням, тоже на разные темы, и плюс еще я вам его советую, просто для чтения. Там очень много просто новостей, тоже разделены по уровням, то есть можете с самого начинающего там начинать, вот прям с elementary, то есть там от нуля до самого продвинутого уровня. Вот, ссылочки все будут в описании. Едем дальше. Следующий сериал называется picky blinders или острые козырьки, я его очень люблю. Вот, на самом деле, ну, такой небольшой спойлер, но мне кажется, это касается всех сериалов. Самый сильный у них первый и второй сезон, остальные все. Можно так, факультативно. Вот, но на самом деле, очень красивый сериал, очень красивые костюмы, сериал о, ну, таких бандитских группировках в Бирмингеме, вот тоже, если любите Англию, если любите все вот в таком стиле, советую вам очень посмотреть. Зачем он нужен нам для развития слуха? Потому что там практически все говорят с акцентом. Либо с бирмингенским акцентом, который на английском звучит как brummie, brummie accent. Там есть ирландцы, там есть люди из Лондона, там есть и шотландцы, там есть цыгане из разных частей Англии. В общем, все нам это очень полезно. Чем больше акцентов мы слушаем, тем больше у нас тренируется слух. Вот, давайте с вами послушаем замечательного еврея, да, это характер, герой из этого фильма, Алфи, который разговаривает на акценте Cockney, то есть он из Лондона, и Томми Шелби, главный герой, который непосредственно из Бирмингема, который разговаривает именно вот с этим бирмингенским акцентом. Итак, здесь замечательный Алфи произносит следующую фразу. Из этого отрывка мы можем сделать вывод, что Cockney очень часто опускают звук т, точнее не опускают, а произносят его немножко по-другому. Это так называемый глотал т, о котором я уже рассказывала. Мы ее произносим каким образом? По сути, у нас язык и все во рту встает в позицию, чтобы вот произнести т, но мы в итоге кончиком языка не касаемся неба. У нас получается глотал т. So, 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 so. То есть у меня язык как бы закручивается к небу, но самого неба не касается. Вот так вот выглядит акцент Cockney. Можете его послушать по детальнее. Вот такой на самом деле интересный акцент, и тоже он нам помогает именно развить слуховой наш аппарат. Вот, давайте еще послушаем. Здесь наш замечательный Алфий говорит That is how God sees us both. Да, слово both, оба, или в данном случае двоих, да, ну там, смотря по контексту, как мы переведем, тоже можем сделать вывод, что в акценте Cockney звук С произносится как Ф. И можно, ребят, не париться, да, если вам не нравится произносить этот звук, а очень многим не нравится почему-то ни З, ни С, вот произносить его как both, и все нормально, всем будет понятно, обещаю. Следующий отрывок. Здесь мы можем наблюдать еще один пример того, как звук С превращается в В. Thinking. Thinking. Да, то есть можно особо не париться и произносить его таким образом. И обещаю вам, что все-все-все вас поймут. Давайте посмотрим сейчас еще парочку отрывков. Вот здесь как раз у нас два ярких примера glottal tea, которые я говорила. What were you thinking? What were you thinking? Да, не what were you thinking? What were you thinking? Да, вот таким образом они говорят. Thinking, простите, пожалуйста. What were you thinking? What were you thinking? И второй. Let me be clear all right. Let me be clear all right. Now all right. Можно здесь тоже в конце даже что-то не произносить. All right, all right, all right. Опять же, у вас как бы язык закручивается к небу, но его не касается. У вас получается звук glottal tea. All right. И опять же напоминаю, что в этом сериале еще много, огромное количество совершенно разных акцентов, которые нам, возможно, вам очень интересны. Просто послушать, потренировать. Ну и вообще, на самом деле, очень интересный сериал, очень интересно снят. Классная музыка, классные декорации. В общем, советую. Особенно тем, кто любит всякие там всякие стрелялки и все в таком духе. И последний сериал, о котором я хотела бы поговорить сегодня, это The Game of Thrones Игра Престолов. Вы можете любить этот сериал, ненавидеть, совершенно неважно. Если вам близок жанр фэнтези, если вы любите всю историю о хоббитах, о Властелине колец, я вам советую посмотреть этот сериал, потому что там, ну, очень красиво снят, красивые декорации, все очень красиво, драконы летают, магия всякие, заговоры и все на свете. Вот, если вы не любите, ну, не смотрите, можете все закрывать. Вот, но на самом деле нам этот сериал очень полезен в плане акцентов. Там очень много акцентов, потому что, ну, по сути, режиссеры и создатели фильма и сам автор книги, да, пытались как-то это все приблизить к нашему миру, к Англии, да, где населяет много народов, они между собой воюют и все прочее. Вот, на акценте posh, на received pronunciation, да, на классическом британском, который вы можете услышать на радио, который вы можете услышать во многих фильмах от актеров, всякие комментаторы на нем говорят. Вот, на нем говорит, ну, королевская семья, да, соответственно, чтобы тоже показать, что это вот такой благородный акцент. И остальные народы говорят совершенно на разных акцентах. Можете услышать ирландский, можете услышать нотки шотландского, можете услышать нотки акцента из Бирмингема, из Нью-Касла, вообще из разных-разных местечек самой Англии. Есть еще акценты, вообще-таки какая-то гремучая смесь южных акцентов, то есть это может быть итальянский, либо испанский, либо румынский, да, на которых говорят южные народы из этого сериала. Вот, то есть для слуха очень-очень рекомендую вам это посмотреть. Хотя бы пару серий просто, может быть, втянетесь. Вот, давайте просто послушаем для интереса самую, наверное, знаменитую фразу из этого сериала. И вот здесь девушка по имени Игрид говорит «You know nothing, Джон Сноу». У меня ужасно получается этот акцент, я знаю, вот, просто знаете, что люди, которые живут на севере Англии, говорят, у них нету там такого звука, как А, да, «nothing», да, на обычном, просто на обычном классическом британском акценте мы скажем «nothing». На севере вы услышите «nothing», 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 или даже «nothing», да, вот такой вот прям близко к О, что-то между О и У звуку. Вот, зачем это все нам нужно? Опять же, чтобы различать то, как говорят разные, совершенно разные люди, которые владеют английским языком, это не обязательно носители, ведь сейчас на самом деле, ребят, большинство людей, которые говорят на английском языке, не носители, да, потому что это инструмент для международного общения, и нам нужно общаться, нужно друг друга узнавать, путешествовать, наслаждаться жизнью, поэтому тренируйтесь, я вам желаю успехов в этом, and see you soon! Субтитры сделал DimaTorzok